Это канал Работа на Высоте. Меня зовут Пётр Любимов и я сегодня расскажу вам в этом видео как собрать комплект для начинающих промышленных альпинистов по принципу цена-качество. Задача данного видео помочь начинающим с минимальными затратами на снаряжение войти в профессию и собрать такой комплект, который бы отвечал всем требованиям и позволил бы выполнить любую работу. Все вы прошли обучение в учебных центрах, где вас обучали на дорогом снаряжении. В нашем видео мы будем рассматривать только снаряжение, имеющее невысокую стоимость, но отвечающее всем стандартам по прочности, прошедшие испытания и получившие соответствующие сертификаты. Что нам нужно? На самом деле не так уж и мало и конечно это все не бесплатно. Во-первых, нам нужно подобрать страховочную привязь. Затем нам нужно подобрать страховочные усы для самостраховки и позиционирования. Третье нужно подобрать страховочные усы для крепления к страховочному зажиму. Это зажим, который крепится ко второй страховочной веревке. Затем нужно подобрать зажимы для страховки. Нужно подобрать зажимы для подъема. Выбрать спусковое устройство. Приобрести соединительные звенья. Это карабины. Они нам нужны для крепления всего снаряжения, которое мы выберем, к страховочной привязи. Нужно либо сделать, либо приобрести сиденье для работы на высоте. Девятое. Аксессуары. Педалька, стропочки всякие, оттяжки, сумочки под инструмент. Десятое. Каска. Итак, начнем собирать комплект. И поможет нам в этом наш товарищ, манекен Леха. На нем уже комплект собран. Не пугайтесь. Здесь и все. Обвязка, усы, кроль, стоппер, спусковое устройство, зажим для подъема, зажим для страховки. Вот привязь. Итак, страховочные привязи. Я предлагаю обратить внимание на следующую модель. Это модель профессионал с плечами фирмы Вертикаль. Вот она представлена на манекене. И модель фирмы Вента высота 0,16. Вот они в такой мешочке продаются. Значит, это полные привязи, страховочные привязи. То есть, они имеют плечевые лямки, имеют, значит, мягкие обхваты бедер, мягкие обхваты туловища и спины. Имеют четыре точки грузовые. Это центральное переднее грузовое полукольцо, грузовое полукольцо в районе груди. Вот здесь оно. Здесь вот центральное кольцо, куда крепится все снаряжение основное. Грузовое полукольцо в районе груди. И боковые полукольца. Вот здесь не указано. Вот здесь. И боковые полукольца для позиционирования. Вот такой привязи вполне достаточно для того, чтобы начать работать в области веревочного доступа или промышленного альпинизма. Отличительными особенностями этой привязи от более дорогих аналогов является то, что, в данном случае, то, что влияет на удобство, это размер вот этих вот грузовых полукольц. Они достаточно маленькие. Соответственно, не очень и так удобно стегивать в них снаряжение. Это привязи одной ценовой категории. Практически одинаковые они дизайна и одинаковые эргономики. То есть, в пределах от трех до четырех тысяч мы можем подобрать себе приемлемую привязь, которую нам хватит на год, на два года хватит. Следующее. Это страховочные усы. На манекене у нас два страховочных уса. Первый ус – это двойной ус для самостраховки и позиционирования, который крепится к нижнему центральному грузовому полукольцу. Двойной ус имеет два уса. Короткий ус и длинный ус. Примерно его размеры 50 – это длина короткого уса и 80 – длина длинного уса. Усы вот эти нам нужны для, как уже сказал, для работы на веревочной трассе. Для преодоления различных ее элементов. Это узлы, это перила, это различные перестежки. Для того, чтобы мы могли преодолевать эти элементы веревочной трассы без потери страховки. Также усы используются для позиционирования и крепления зажима типа жумар при работе на подъем. Руковое позиционирование. Допустим, вы берете скайхук, вам нужно прикрепиться к стене, чтобы у вас не шатало. Вы можете дырку просверлить, можете взять скайхук, зацепиться за что-то. Это называется позиционирование. Позиционирование – это устойчивое положение тела относительно рабочего места. Я советую самый дешевый вариант, а именно самостоятельно связать усы из динамической веревки диаметром 10 мм. Для двойного уса мы берем страховочно-спасательную динамическую веревку производства, допустим, Коломна, ровно 3 метра и связываем двойной ус вот таким способом. На концах трехметрового отрезка вяжем узлы восьмерка-проводник. Вяжем таким образом, то есть требование к вязке узлов следующее. Вот это ушко должно быть минимальным. Вот это расстояние кончик должен не более 5 и не менее 5 сантиметров. Не более 5, ну не менее 5 сантиметров, от 10 до 5 сантиметров. Для удобства мы можем использовать карабин, то есть дальше мы эти узлы затягиваем. Для удобства берем карабин, сюда щелкнем, крепим его к опоре. Можем стегнуть сюда жумар, либо повиснуть весом всего тела. Мы затягиваем каждый элемент. Затем в этом месте либо мы здесь обрезаем, просто отрегулируем, да, вот эти краешки обрезаем и оставляем кусочек 5 сантиметров. И вот можно подмотать там изолентой, скотчем, чтобы он не болтался. Вот эта петелька должна быть минимальной. Так, дальше то же самое делаем на другом конце уса. Мы завязываем узел восьмерка-проводник. То же самое. мы затягиваем все элементы узла. То есть каждую ветку узла затягиваем. Смотрите, чтобы не было перехлёстов, ну как вас учили в учебном центре. И грузовая верёвка, грузовая, она должна идти сверху. Вот она идти должна здесь. Чтобы у нас в нагрузке узла восьмерка играли все, работали все ветки верёвки. Центральный узел у нас вяжем обычный проводник. Либо восьмерка-проводник. Вот и получается вот такой двойной уз. Значит, мы при зависании на привязи, мы должны спокойно дотягиваться до каждого узла. Центральный узел мы ввязываем в центральное соединительное звено. То есть вначале мы выражаем узел-проводник. Ввязываем его. Эта петелька должна быть минимальной. Вот эта петелька. Школа туризма, первый класс. Получается. Дальше мы вязали этот узел и на концах вяжем восьмерку-проводник. Стараемся вот эту петельку делать минимальной. Для этого можем помочь себе карабинчиком. Желательно это найти опору, стегнуть карабин и вот эти ветви, выходящие из узла, то есть подвесом тела. Можно зажим сюда стегнуть жумар. Получается такой аккуратненький узел. Дальше вяжем такой же узел на другой ветке узла. На другой ветке уса. Точно так же. У нас получился двойной уз, но усы у нас одинаковой длины. Нам нужно один уз сделать короче, другой длиннее. Соответственно, нужно через этот узел перебросить веревку. Перебираем, выбираем веревочку. То есть это мы регулируем срезку узла. Прижимаем его, чтобы он не расползался. Длина короткого уса должна быть где-то между подбородками и носом заканчиваться, а длинного уса где-то чуть выше макушки головной. Вот таким образом, чтобы когда мы повеснем на веревке, мы могли достать жумар либо зажим. Следующее. Вяжем короткий уз для страховочного устройства. Для того, чтобы связать короткий уз для страховочного устройства, также берем динамическую веревку, недорогую, и отмеряем кусок 170 сантиметров. Вот у нас такой кусочек есть. На каждом конце с концов этого отрезка вяжем узелки. Восьмерка, проводник. Соответствующим образом затягиваем все ветки веревки, выходящие из узла, в том числе петельку. Вот, получается такой небольшой уз страховочный. Вот, на два конца уса мы встегиваем по карабину. То есть, у того 60 сантиметров. Получили... Вот у нас получился такой страховочный уз. Сам уз крепится верхнее полукольцо грузовое в страховочной привязи. Я рекомендую использовать обычный стальной овальный карабин с муфтой. И муфты всегда у нас замуфтовываются. Значит, страховочный зажим тоже рекомендую овальный карабин. Либо из дюралевого сплава, либо из стального сплава. Тоже с муфтой. Как альтернатива вот нашему усу короткому из динамической веревки за 100 рублей, есть хорошая альтернатива. Асабсорбер фирмы Пецель. Но цена его уже будет 2650 рублей. Так, следующее. Четвертое. Выбор страховочного зажима. Лидером рынка по безопасности и удобству использования, конечно, является устройство Асаб фирмы Пецель. Вот такое устройство. То есть оно позволяет работать на веревке практически не контролируя страховочный зажим. Цена этого устройства 13700 рублей. Но пока альтернатив на рынке я на самом деле не вижу. То есть устройство сделано таким образом. Здесь вот такой кулачок. Вот такой кулачок. Он движется по веревке. И в случае срыва резкого движения веревки по этому кулачку происходит раскрытие счетчик. Как на сцеплении. И он фиксируется. Соответственно, мы можем работать, не обращая внимания на эту устройство. Точно так же. Кулачок идет вверх. Кулачок идет вниз. Как работает Асаб. Мы познакомимся уже на полигоне. Я все расскажу, покажу какие-то, какие есть у него особенности положительные. И какие недостатки есть. Но 13700 это сумма очень приличная. И для начинающих промышленных альпинистов я советую приобрести страховочный зажим типа капля. Вот у меня здесь на манекене уже висит. Леха, дай, пожалуйста, мне каплю. Вот такое вот устройство. Вот эта капля Ореональ стоит 1800 рублей. Капля компании Вертикаль стоит где-то 1000 рублей. И капля компании Вента в районе 2000 рублей. Принцип работы с такими страховочными устройствами это попеременное движение. То есть мы приспустились на спусковом устройстве, приспустили зажим. Приподнялись, приподняли зажим. Таким образом у нас происходят такие попеременные движения по 30-40 см. Всегда следим за тем, чтобы у нас страховочное устройство не оказывалось где-то внизу. Вот. Всегда оно должно быть видимостью. От плеча до верхней части бедра мы всегда контролируем страховочное устройство. Итак, со страховочным устройством закончили. Потом будет у нас видео, посвященное разным видам страховочных устройств уже на полигоне. Я подробно расскажу, как работает то или иное страховочное устройство. Как работать с ним безопасно. Пятое. Выбор спускового устройства для промышленного альпинизма. Лучший на сегодняшний момент это устройство фирмы Petzl. Называется RIG. Соответственно, тоже в следующем видео я подробно расскажу, как оно работает. И чем отличается от других устройств. Я советую остановиться на более дешевых вариантах. Потому что RIG стоит уже около 12 тысяч рублей. При этом мы будем руководствоваться четырьмя принципами. Которые предъявляются к спусковым устройствам для работы в промышленном альпинизме. Первое. Требование. Это возможность встегнуть страховочную либо грузовую веревку в спусковое устройство. Не выстегивая это устройство из страховочной привязи. То есть на спусковом устройстве должна быть вот такая съемная щечка. Она есть вот здесь на стопере фирмы Vento. И здесь вот на устройстве RIG. Второе. При отпускании рук, когда мы спускаемся на спусковое устройство, при отпускании рук оно должно стопорить нас. Оно должно фиксироваться на веревке и останавливать движение. Третий принцип. Из спускового устройства можно выбирать веревку. То есть после того, как мы заправили веревку в спусковое устройство, у нас должна быть возможность выбирать веревку из страховочного или спускового устройства. При этом веревка должна фиксироваться. И четвертый принцип. При спуске на спусковом устройстве веревка не должна крутиться. Соответственно, более дешевыми аналогами спускового устройства, которые можно использовать на промышленном альпинизме, я выделил следующее. Все виды стоперов. Петцель, Ориональп, стоппер Вентом. Вот они есть. В них можно встегнуть веревку, не выщелкивая спусковое устройство из страховочной плевизи. Можно выбрать веревку, можно отпустить руки, повиснуть. И, соответственно, когда спускаешься, веревка не крутится барашком. Также можно еще выделить такое устройство производства Ориональп, как называется Промальп Левый. То есть веревка сюда заправляется таким образом. То есть тоже мы фиксируем это спусковое устройство к обвязке, спусковое устройство к привязке. Заправляем веревку таким образом. И можно выбирать ее и потом проводить спуск. Вот это устройство, оно на сегодняшний день самое дешевое. Хорошо выбирается веревка посредством ручки. Но оно не слишком эргономичное, то есть громоздкое. Ориональп стоит у нас 1900 рублей. Стоппер Ориональп 1780. Стоппер десантер фирмы Вианта стоит 3350 рублей. Стоппер десантер фирмы Вертикаль где-то 1690 рублей. То есть где-то в пределах 2-3,5 тысяч мы можем выбрать спусковое устройство. Шестое. Это выбор зажимов для подъема. Практически всегда при выполнении всех видов работ нам нужно приподняться на несколько метров. Либо совсем чуть-чуть приподняться. Приподняться нужно. Либо где-то подстраховаться. Для этого нам нужно, мы используем зажим для подъема жумар. То есть жумар нужно тоже приобрести. Обязательно нужно приобрести. Лучший из всех жумаров, которым доводилось мне работать, это жумар производств фирмы ПЕЦ. Я говорю, что я фанат ПЕЦ. Это практически единственный жумар, который работает на обледеневой веревке. То есть если вам захочется что-то купить дорогое к своему комплекту, то первым я рекомендую первым делом купить жумар. Именно ПЕЦ.Новский жумар. За немением средств на ПЕЦ.Новский жумар стоит он 4700. Примерно около 5000, наверное, будет стоить на начало 2018 года. Можно взять аналоги. Это от фирмы Венты и от фирмы Вертикаль. Вот такие зажимы. Достаточно удобные. Далее для подъема необходима педалька. Я советую выбросить педальку регулируемую, чтобы у нас длина этой педальки регулировалась пряжкой. И вот сама педаль должна быть не для одной ноги, а для двух ног. Можно было две ноги туда стягнуть. Далее. Если у нас работа предполагает постоянный подъем по веревке вверх, то необходимо приобрести грудной зажим КРОЛЬ. Как грамотно его интегрировать в строковочную привязь, допустим, как сделано здесь, либо другие варианты, я расскажу в следующем видео. Для этого нам нужно будет приобрести треугольную дельту и строительный рапид. Вот такой вот. Как на картинке. Следующий элемент. Это сиденье для работы на высоте. Данная конфигурация, которую мы с вами разбираем, она предполагает использование сидушки типа подиум, которые интегрируются в страховочную привязь. Стегивается на центральное соединительное звено. То есть мы должны укоротить вот эти лямки, сделать их короткими. И вот эти полукольца, они у нас стегиваются. То есть вот мы зацепляем их сзади и стегиваем центральное соединительное звено вот сюда. Центральное соединительное звено, стегиваются карабины от подиума. Так, какие подиумы взять? Подиум фирмы Вента, он достаточно узковат. Где-то до двух часов можно на нем безболезненно висеть. И вот подиум производства компании Yukon, называется «Сиденье радости». Вот тоже он такой же небольшой, но более площадка широкая. То есть он стоит 1800 рублей. То есть где-то ценовой категории 2-3 тысячи можно купить подиум. Чем подиум хорош? Тем, что нам не нужно постоянно влазить в эту сидушку. Она всегда у нас жестко закреплена. И мы можем на нее вообще не обращать внимания. То есть достаточно быстро мы можем лазить, передвигаться по балке. То есть такая система более маневрена. Но работать в подиуме можно где-то до 5 часов максимум. Если какие-то у нас длительные висы, да, то ребята альпинисты предпочитают выносные сидушки. Как работать с выносной сидушкой? Вот, не знаю, сидушка типа «Ромальп-люкс». Вот у нас здесь, то есть вот эти крепления сидушки достаточно высоко. Мы влазим в нее, сюда встегиваем, допустим, дельту, либо карабин из страховочного устройства. И уже к нему пристегиваемся коротким усом, подстраховываемся. У нас будет специальное видео, в котором мы покажем, как грамотно работать с выносной сидушкой. Следующий пункт, девятый, это карабины. Для того, чтобы скомплектовать нам нашу конфигурацию, нам нужны соединительные звенья. Это обычные карабины. Я советую вам приобретать обычные овальные карабины в количестве 7 штук. Стоит он 360 рублей. Длинный ус к жумару соединяет карабин. На конце короткого уса карабин. Это уже два. Карабин для страховки соединяется с верхним грудным страховочным полукольцом. Карабином это три. Карабин соединяет страховочный ус с страховочным зажимом четыре. Карабин крепит спусковое устройство стоп к центральному соединительному звену пять. И два карабина, которые крепят сидушку к центральному соединительному звену. Итого семь карабинов. Карабинов много не бывает. И они нам еще потребуют для того, чтобы организовать навеску. Допустим на кровле. Для крепления веревки к опоре. Для подвешивания инструмента. Для организации веревочной трассы. То есть какие-то промежуточные точки нужно будет делать. То есть желательно конечно карабинов иметь больше. Самый дешевый вариант это стальной овальный карабин. В среднем стоимость овального карабина стального 360 рублей. Итак, мы рассмотрели конфигурацию страховочной системы. В разряде цена-качество для начинающих специалистов канатного доступа. Давайте считать. Первое. Карабины семь штук по 360 рублей. Это 2520 рублей. Второе. Веревка для страховочных усов диаметром 10 миллиметров. Динамика производства коломна. Нам нужно 3 метра для двойного уса. И 1 метр 70 сантиметров для короткого уса. Для присоединения к страховочному устройству. Итого 4 метра 70 сантиметров. По цене 50 рублей за метр. 235 рублей. Третье. Жумар. Жумар фирмы Вента рассматриваем. 2560 рублей. Капелька Орион Альп. 1700 рублей. Педалька фирмы Вента. Регулируемая с большим отверстием для ног. 560 рублей. Подиум фирмы ЮКОН. 1800 рублей. Дельта треугольная стальная. 300 рублей. Рапид строительный. 60 рублей. Кроль для подъема. 2190 рублей. Причем для каких-то видов работ. В принципе кроль можно не брать. Изначально. Страховочная привязь. Допустим от 3 до 4 тысяч рублей. В данном случае страховочная привязь фирмы Вертикаль. Профессионал с плечами стоит 3390 рублей. Следующее. Спусковое устройство стопор десантер фирмы Вента. 3530 рублей. Если мы возьмем спусковое устройство Орион Альп. Промальп левой. То это обойдется нам на 1630 рублей дешевле. Итого по максимуму. Вся конфигурация страховочной системы для начинающих альпинистов. Обойдется нам порядка 16000 рублей. Это на начало 2018 года. Но не забывайте. Нам нужно приобрести еще каску. Это в пределах 3000 рублей. Веревку. Порядка 100 метров. Для зимних работ поменьше. Это 4200. Различные крепежные петли. Которые тоже можно из веревки нам сделать. Итого. Примерно 23000-25000 нам нужно затратить на полный комплект снаряжения. Что такое 23000? Это не так и много. То есть хорошее снаряжение. Которое я бы рекомендовал вам в будущем приобрести. Это допустим РИК стоит порядка 12000 рублей сейчас. И ОСАП. Страховочный устройство стоит 13700. А много ОСАП. ОСАП ЛОК стоит 16000 рублей. На этом все. Желаю вам всем удачи в вашем нелегком промальповском пути. Если видео понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Обещаем вам регулярное, постоянное такое видео. Какие-то фишечки буду рассказывать. Будем снимать видео на полигоне. Где буду подробно. Следующее видео кстати посвящу конкретно вот этому комплекту. Его плюсы, недостатки, минусы. Одену его на себя. И будем отрабатывать какие-то элементы прохождения веревочной трассы на полигоне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok